Бригады из-за Диналь-Касаму, военные крыло Хамаса, взяли на себя ответственность за бой и столкновение, в ходе которого накануне мог быть взят в плен офицер армии обороны Израиля, но заявили, что инцидент предшествовал началу 72-часового перемирия. Власти еврейского государства утверждают обратное, заявляя, что это было через полтора часа после его начала, и в ответ на это нападение вчера нанесли серию ударов по целям в Рафахе, которые унесли жизни 150 палестинцев. Обстрелы продолжаются и до сих пор, говорит этот человек, а вчера вечером, например, израильтяне восемью огромными ракетами обстреляли мечеть, от нее камня на камне не осталось. Все, кто жил в этом доме, погибли. Мы тела сейчас по кускам собираем. Отец, мать, трое детей, а дома осталась лишь гора строительного мусора, ничего не видно, это просто беспощадное истребление. Сахал оправдывает удары по жилым домам, мечетям или, как случалось в последние дни школам, тем, что Хамас использует эти гражданские объекты для складирования боеприпасов или запуска ракет по Израилю, прикрываясь людьми как живым щитом. Израильские военные также заявили накануне, что в ходе перемирия продолжат поиск и уничтожение туннелей, используемых исламистами. Бригады из-за Диналь-Касам заявили, что отвечали накануне как раз на такой рейд, что контакт с их боевиками в секторе, где произошел инцидент, потерян, и, если лейтенант и был захвачен, он наверняка погиб под последовавшими за столкновением израильскими воздушными ударами. Продолжение следует...